Где мы с вами ежедневно обсуждаем новости политики, экономики, новости фондового рынка. И сегодня у нас среда, 16 марта. Обсудим с вами технический дефолт Российской Федерации, который сегодня грозит, и какие последствия будут для России и для мировой экономики. Конечно же, обсудим заседание Федеральной Резервной Системы и последствия этого заседания для американского фондового рынка и для доллара по отношению ко всем мировым валютам. В частности, обсудим валютную пару рубль-доллар. Который мы с вами видим на протяжении нескольких дней, наша национальная валюта показывает довольно-таки стремительное укрепление. В связи с чем это связано, обсудим с вами российский фондовый рынок, когда, наверное, он запустится, что сейчас происходит на российском фондовом рынке, ведь торги-то в дискретном аукционе идут. Ну и, конечно же, немного поговорим о теме геополитики, какие есть выходы у Российской Федерации из сложившейся ситуации. Выпуск будет очень информативен, поэтому с вас по традиции лайк, подписка, пару слов, комментарии, а мы начинаем. Все наши видеообзоры мы с вами начинаем с ситуации на фондовых рынках. Ситуация сегодня складывается благоприятным образом для всех мировых площадок. Мы с вами это видим с самого утра, начиная с Азиатско-Тихоокеанского региона. Там мы видим полнейшее зеленое движение, мы видим Япония растет на полтора процента, Австралия растет. Ну а лидером там, конечно же, является Китайская Народная Республика. Все их индексы показывают бешеный рост после того, как правительство заявило о том, что будет поддерживать ликвидность на фондовом рынке, в том числе будет поддерживать и лизинг своих акций за рубежом. После этого сообщения китайские акции рванулись вверх, мы с вами видим, как тот же самый китайский гигант Алибаба растет. Мы с вами видим, что и их индексы показывают очень стремительный рост. Гансенг растет более чем на 9 процентов. Это, конечно же, хорошую поддержку заявление правительства оказало китайскому фондовому рынку. Ну и, соответственно, те, кто подбирал китайские акции на самом дне, буквально несколько дней назад, немножко смогли выдохнуть с облегчением. Как долго продлится, конечно же, такой позитив остается под большим вопросом. Мы с вами видим, какое беспрецедентное давление оказывают Соединенные Штаты Америки на Китай. Китай, в частности, геополитики. Между Россией и Украиной сейчас происходит геополитическая напряженность, будем говорить так, дипломатическим языком. И Соединенные Штаты Америки настаивают, чтобы Китай присоединился к санкциям, которые устроил весь западный мир. Китай пока сохраняет нейтралитет так называемый, но втихаря, конечно же, поддерживает Российскую Федерацию. Ну а если мы с вами переносимся на европейский рынок, здесь мы тоже с вами видим небольшое потепление. Мы видим, что индекс DAX растет почти на 3%, британцы растут на 1,5%. Все это, конечно же, еще отголоски и вчерашней торговой сессии в Соединенных Штатах Америки, где мы наблюдали серьезнейший позитив. Индекс S&P 500 вырос более чем на 2% и вновь подошел вплотную вот к этой линии 4300 пунктов. Уже торговались выше 4250 и, скорее всего, судя по премаркету, так как их фьючерсы зеленеют, вновь попытаются закрепиться выше отметки 4300 пунктов. Тот же самый технологический индекс NASDAQ показывает существенный рост и, я думаю, что мы вновь сумеем заскочить за уровни 13000 пунктов. Все это связано с ожиданиями более мягкого решения Федеральной резервной системы, которая заседает сегодня второй день. И сегодня в 9 часов вечера по Москве будет объявлено решение по ставке. Ну а спустя полчаса будет большая пресс-конференция главы американского регулятора Джерома Пауэлла. Какое же мягкое решение мы ожидаем? Не так давно Джерома Пауэлла выступал в Сенате и заявил, что ставка будет подниматься всего лишь на 25 базисных пунктов. Ну и это рынок уже учел. Несмотря на те рекордные данные по инфляции, которые мы с вами получили не так давно, большинство аналитиков полагает, что в текущей геополитической напряженности Федеральная резервная система будет вести более мягкую политику. И о повышении на 50 базисных пунктов речи сейчас идти не может. Я лично пока что этого оптимизма не разделяю. Я считаю, что бороться с инфляцией необходимо уже прямо здесь и сейчас. Но рынок воспринимает, может есть какая-то инсайдерская информация, что повышение ставки будет всего лишь на 25 базисных пунктов. И только лишь потом они посмотрят мартовскую инфляцию. И уже в апреле, на следующем заседании будут предпринимать решение, как дальше действовать. На самом деле, текущее заседание Федеральной резервной системы имеет очень большое значение. Это опорное заседание. Напомню, что на опорных заседаниях регуляторы всегда делают прогнозы на ближайшие несколько месяцев. Нам необходимо с вами будет иметь понимание не только то, как подниматься будет ставка это раз, но и, конечно же, нам необходимо будет иметь понимание, что они будут делать со своим балансом. Напомню, баланс за два года вырос более чем в два раза. И в ноябре, и в декабре месяцы Джером Пауэл анонсировал, что, скорее всего, в первой половине 2022 года американский регулятор начнет сворачивать свой баланс. Конечно же, для американского рынка это негатив. Ну и внимательно за этим будет наблюдать как раз-таки технологический сектор. Потому что сворачивание печатного станка, ужесточение ставки, сворачивание баланса Федеральной резервной системы все это будет негативно отражаться в первую очередь именно на технологическом секторе. Именно этот сектор служил бенефициаром роста за последние два года. И мы всегда с вами видим, что первыми под распродажу на американском рынке всегда попадают именно технологические компании. Но вот последние два дня мы с вами видим, что этот сектор в очередной раз ожил и пытается взять такой некий реванш, такой небольшой пока отскок. Можно даже назвать пока это отскоком дохлой кошки. И все сегодня с нетерпением будут ждать решения американского регулятора, что же он нам поведает и насколько будет повышаться ставка. Лично я считаю, что в текущей ситуации необходимо повышать ставку более чем на полпроцента, если сразу же, может быть, даже на 75 базисных пунктов. Мы об этом с вами говорили в наших последних нескольких выпусках в связи с ростом инфляции. И если за океаном полагают, что инфляция притормозится, то я думаю, что когда они увидят данные за март месяц, они немножко ужаснутся. И, конечно же, в таком случае им придется, может быть, даже собирать экстренное заседание. Если ставка будет повышаться более чем на 25 базисных пунктов, на это очень сильно отреагирует американский доллар не только по отношению к нашей национальной валюте, но и, конечно же, по отношению ко всем мировым валютам. И в таком случае индекс доллара, скорее всего, заскучит за отметку 100. Посмотрим. Вечер все нам покажет. Скорее всего, американская торговая сессия начнется с позитива, как идет сейчас премаркет. Но уже ближе к тому моменту, когда будет объявляться решение американского регулятора, там, возможно, довольно-таки серьезная волатильность. Поэтому будьте сегодня крайне осторожны. Второй важный момент сегодняшнего дня. Все с нетерпением ожидают. А будет ли Россия объявлен технический дефолт? Мы с вами все прекрасно знаем, что 14 марта позавчера Минфин Российской Федерации отправил платежное поручение на выплату еврооблигаций 2023 и 2043. Но мы прекрасно с вами знаем, что наши резервы заблокированы. И, скорее всего, платежка вернулась обратно. И в таком случае Министерство финансов Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации готовы выплатить наши денежные обязательства своим так называемым иностранным партнерам, но только в рублевом эквиваленте. Устроит это иностранных зарубежных партнеров или нет? Вот здесь на самом деле большой вопрос. Потому что в еврооблигациях было четко прописано такой момент, что выплата должна производиться именно в долларах. Но сейчас в связи с обострившейся геополитической обстановкой между Россией и Украиной против Российской Федерации введены санкции, заморожены наши валютные резервы, которые находятся за рубежом. И выплатить чисто технически мы не можем. Хотя на самом деле валюта внутри страны есть, но таким образом фактически в очередной раз Российская Федерация выставляет такого рода мини-ультиматум западным державам. Но если вы не разморозите наши активы, то тогда вы и не получите той же самой валюты. И мы вам дадим рублями, а вы сами заморачивайтесь, обменивайте наши рубли на ваши доллары. Пойдет ли на это Запад или нет? На самом деле здесь большой вопрос. Потому что по этим еврооблигациям больше всего будут страдать те же самые пенсионные фонды, что европейские, что американские. В частности там и BlackRock, и Pacific Investment Management будут первонаперво. Они страдают. И невыплата нашим Минфинам долгов по еврооблигациям может повести за собой такой так называемый эффект домино. Кто не совсем понимает, сейчас вкратце попытаюсь вам объяснить. К примеру, та же самая компания BlackRock, да, вкладывалась в наши облигации, давала Российской Федерации взаймы. Но никто же не исключает того момента, что под выплату наших этих купонов они тоже брали у определенных компаний в долг, да, может под более-менший процент. И таким образом, когда должны рассчитаться мы, следом они выплачивают свои уже долговые обязательства. Если Российской Федерации, ну, рубли на Российской Федерации не воспримут как платеж по своим финансовым обязательствам, то технически, да, чисто теоретически, у того же самого BlackRock, либо Pacific Investment Management просто-напросто может не хватить средств выплатить свои долговые обязательства. И таким образом мы можем с вами получить ситуацию, которую мы с вами наблюдали в 2008 году, когда лишь из-за банкротства одного всего лишь американского банка получился глобальный мировой кризис. Мы примерно такую модель с вами рассматривали, когда говорили о китайском застройщике Эверн Гранч. Там тоже была примерно такая же ситуация, потому что это крупнейший китайский застройщик и имеет более 300 кредиторов по всему миру. Но мы с вами прекрасно знаем, что данному китайскому застройщику пришли на выручку именно власти Поднебесной. Ну, а вот в данном случае какое решение будут принимать иностранные кредиторы? Может быть, они посчитают нужным, да, проще взять эти рубли и самим заморочиться с обменой их на те же самые доллары, чтобы выплатить свои обязательства и не доводить до того, чтобы развивался глобальный мировой кризис. Посмотрим тоже, на самом деле, здесь есть такая вариация, но на самом деле беспокоиться, еще раз говорю, по этому поводу не стоит, потому что это всего лишь пока на всего технический дефолт. У Российской Федерации, по крайней мере, будет еще 30 дней до того момента, когда нам могут теоретически объявить тот же самый дефолт. За эти 30 дней может произойти все, что угодно, но это одна сторона медали. Есть еще один дефолт, который нам могут предъявить. 1 или 2 марта должны были выплачиваться долги по нашим облигациям внутренним, по внутреннему долгу. И мы с вами прекрасно знаем, что частично наш внутренний долг держат те же самые иностранные держатели. И вот с 30 марта, ой, в конце марта истекает срок, и если по этим долгам не будут выплачены деньги, то тогда Россия могут объявить дефолт. А почему это может произойти? Ну, просто-напросто президент Владимир Путин в ответ на санкции Запада сказал, что тогда мы и не будем исполнять своих тоже внешних обязательств. Потому что Запад начал вести не совсем честную игру, блокировав наши резервы, блокируя, чуть ли не конфискуя нашу собственность. Ну и в таком случае было принято решение, что ни резиденты не получают ни купонных доходов, ни дивидендных выплат, и вообще не могут ничего, ну, продать те же самые, ни наши облигации, ни наши ценные бумаги, да. Ну, и в связи с этим отчасти и закрыта наша московская биржа. И здесь хочется еще один момент тоже прояснить. Многие задаются вопросом и говорят, ну, как же так, уже третью неделю подряд рынок Российской Федерации не работает, в частности, наша московская биржа не трудится. Ну, такие случаи на самом деле в мировой практике уже имелись. И на это сегодня дали комментарии те же самые представители Центрального банка Российской Федерации. Они припомнили нам и те же самые начало 40-х годов, когда в Соединенных Штатах больше месяца не работал их фондовый рынок. Ну, и в новейшей истории такая ситуация тоже была. Это после 11 сентября 2011 года. Американский фондовый рынок тоже не торговал два дня, потому что тогда у людей тоже была большущая неопределенность. И они не знали, что происходит. Никогда еще тогда, до 11 сентября, не атаковали вот так массово. Ну, крупнейший город Соединенных Штатов Америки, такое количество смертей. И тогда на две недели тоже закрывались. Поэтому наши власти не считают ничего страшного в том, что московская биржа закрыта. Но есть небольшой, маленький здесь нюанс. Как фактически, да, для нас с вами, для рядовых инвесторов, биржа на самом деле закрыта. Но торги все равно идут. Они идут в виде дискретного аукциона. И некоторые сильные мира всего все-таки теоретически могут отчасти выкупать те же самые активы. И вся эта информация есть на сайте московской биржи. И мы с вами можем прекрасно посмотреть, что те же самые наши крупнейшие голубые фишки, там, Газпром, Соргутнефтегаз, Роснефт, Лукойл. Ну, и можно перечислять очень долго. Все равно они показывают какие-то движения. Кто-то продает, кто-то покупает. И вот интересно на самом деле, а кто же это покупает? И здесь задается всего лишь навсего один вопрос. Мы с вами прекрасно помним новости о том, что Фонд Национального Благосостояния выделил целый 1 триллион рублей для того, чтобы поддержать наш российский фондовый рынок. И, конечно же, есть нерезиденты, которые стараются все равно избавиться от наших активов. И вот именно по дешевке сейчас, лично мое мнение, если вы не согласны с этим мнением, можете обязательно об этом написать в комментарии. И сейчас Фонд Национального Благосостояния потихонечку все-таки искупает вот эти подешевевшие активы у тех игроков, которые большими долями пытаются распродать наши крупнейшие голубые фишки. Именно поэтому я не считаю и не считал, что мы с вами увидим здесь обвальное падение и такого рода распродажи, которые мы видели с вами в Лондоне, когда наши депозитарные расписки торговались чуть ли не в нуле. Нет, такого наше государство уже не допустит. Да, я предполагаю, что цены на наши активы будут снижены. Порядка 10, а может быть 20% после того, когда откроется московская биржа. Скорее всего, мы увидим просадку. Но эта просадка будет довольно-таки быстро в оккупации. И вот именно чтобы мы с вами не увидели повальных распродаж, чтобы брокеры не обанкротились, чтобы большая часть инвесторов не получила маржин колы, и чтобы они сумели справиться с этими, сумели пополнить даже свои брокерские счета и не нарвались на маржин колы, как раз-таки сейчас и выкупаются частично российские акции, так называемые крупнейшие наши голубые фишки, чтобы не допустить вот такого сильного провала. Есть все-таки надежда на то, что наш фондовый рынок откроется на следующей неделе, так как завтра у нас должна была быть экспирация. Но мы с вами получили сообщение о том, что экспирация будет переноситься на одну неделю позже. Соответственно, есть такая маленькая надежда, что с понедельника фондовый рынок откроется. Я ребятам из нашего премиум-чата об этом говорил еще на прошлой неделе, что, скорее всего, открытие Московской биржи произойдет после того, как соберется совет акционеров Центрального банка Российской Федерации, когда пройдет совещание, когда будет принято решение по процентной ставке и так далее. Скорее всего, именно так и будет происходить. Эльвира Сахимзадовна Набиулина на этой неделе не будет давать пресс-конференцию, она просто выступит с заявлением, все нам по полочкам и расскажет. И уже, скорее всего, с понедельника, может быть, со вторника торги все-таки возобновятся. Но я лично на это надеюсь, будет это или не будет, покажет, опять-таки, только лишь время. Но еще есть одна маленькая причина, почему все-таки Московская биржа не работает. И здесь, опять-таки, мы должны вспомнить Эльвиру Сахимзадовну Набиулину. Вспоминаем ее последнюю пресс-конференцию, о чем она нам говорила. Она об этом говорила довольно-таки подробно и под разными ракурсами. Ей задавали одни вопросы. И она каждый раз говорила, что нам необходимо нести деньги в банк. Необходимо класть деньги на депозиты. Необходимо, чтобы население перешло к накоплению. Под различными соусами она все это нам преподносила. И сейчас в экстренной ситуации была поднята все-таки ставка до 20%. Ну, а мы с вами видим, что некоторые банки дают процентную ставку по депозитам 23. Есть банки, даже 24% дают в годовых. Довольно-таки неплохой процент. Учитывая, что еще официальная инфляция у нас довольно-таки ниже. Люди поняли, фондовый рынок закрыт. Здесь нам ловить нечего. Биржа СПБ то торгует, то не торгует. Ну, по крайней мере, на этой неделе без сбоев. Но прошлую неделю мы с вами прекрасно помним. День торгуем, день не торгуем, день не торгуем, день не торгуем. Ну и чем не положить сейчас деньги на вклад? А для банков это на самом деле такой оазис. Просто-напросто островок спасения. Мы с вами прекрасно помним, что в день начала вот этого геополитического конфликта между Российской Федерацией и Украиной люди спешно побежали к банкоматам. Я просто не знаю, что на них нашло. Они снимали бешеные суммы денег. Инкассаторские машины не успевали подъезжать даже к банкоматам, загружать наличку. И спустя уже буквально 15 минут этой налички там не было. Но прошло всего лишь 4 дня. И уже в понедельник ставка была поднята. Банки резко поднимают свой процент по депозитным вкладам. И люди эти же деньги несут обратно в банк. И несут даже намного больше. Даже то, что у них хранилось дома, так называемое под подушкой, тоже отнесли в банк. А что делают банки на эти деньги? А банки как раз-таки на эти деньги сейчас на дискретных аукционах набирают себе подешевевшие наши акции, наших компаний. Это же тоже актив. Никогда банк не будет работать себе в убыток. Если ставка у нас 20%, они даже дают 23-24%. То есть уже, да, больше, чем наша ключевая ставка. Соответственно, на что-то они рассчитывают. А на что они рассчитывают? А на то, что они выкупят наши акции. И, соответственно, после того, как откроется Московская биржа, они спокойненько смогут эти акции уже продать. Ведь обратите внимание, срок вкладов по 23-24% он небольшой. Вы не на год даете денег в банк, как раньше, да? На 3 месяца, если они... 3 месяца, по-моему, максимальный срок вклада. О чем это нам с вами может говорить? О том, первонаперво, что банки рассчитывают побыстрее от этих ставок избавиться. Соответственно, Центральный банк в кратчайшее время уйдет от такой большой ставки. Такое экстренное повышение ставки. Оно и было именно экстренным, чтобы нивелировать ту панику, которая произошла у населения. И оказать поддержку нашей национальной валюте. Отчасти здесь Эльвира Сахибзадовна сработала на упреждение. Но только это упреждение надо было делать намного-намного раньше. И оно бы не было такое стрессовое. Старички на данном канале, все это прекрасно. Помнят, мы с вами об этом говорили, что не совсем правильно действует Эльвира Сахибзадовна, повышая ставку. Раз она избрала вот эту стратегию повышения ставки, то при повышении ставки она тоже допускала довольно-таки серьезные ошибки. Все мировые регуляторы почему-то полагали, что инфляция носит временный характер. Не тут-то оно и было. Инфляция развивается и развиваться еще будет. Цены на энергоносители продолжают расти, но несмотря на это за последние несколько дней цены на само черное золото показали довольно-таки стремительное снижение вниз. С чем это уже связано, многие тоже недоумевают. Вроде бы ситуация ни капельки не изменилась, как Россия и Украина там между собой разбирались, так и продолжают разбираться, а цены почему-то поползли вверх. Во-первых, дорогие друзья, мы много раз на этом канале говорили, что рынок всегда торгует будущим, рынок не живет вот настоящим. И сейчас игроки начинают закладывать ситуацию, что возможно будет где-то в ближайшее время все-таки завершение горячей фазы конфликта, будет потом прекращение огня, долгие очень переговоры, ну и в итоге скорее всего какое-то мирное соглашение все-таки оно будет. Любая бойня заканчивается всегда миром, будем говорить именно таким образом. И те же самые уже украинские многие политики высказываются, что в течение месяца решение вопроса будет достигнуто. Правда непонятно, каким образом они, под каким соусом они принимают решение, что решение будет достигнуто, что они подразумевают под этим словом. Но вот такое заявление сделано. Второй момент, это конечно же ситуация в Китае, и на этот момент мы с вами должны более пристально обратить внимание, мы с вами видим, что там обнаружен новый штамм вируса, его назвали стелсомикрон, да, то есть невидимый теперь омикрон у нас был просто омикрон, а здесь теперь еще и невидимый омикрон, там каждый день увеличивается количество заболевших, чуть ли не со стопроцентным ростом идет каждый день количество заболевших, садятся на локдауны крупнейшие провинции, и в связи с тем, что крупнейшая экономика мира, вторая экономика мира и главный потребитель нефти в мире, они в Китае потребляют больше всего нефти в мире, сажают чуть ли не полстраны на карантин, соответственно экономическая активность снижается, ну а вслед за снижением экономической активности снижается и потребление того же самого черного золота. Отчасти можно списать это и на то, что вот именно с этим связано понижение цен на нефть. Ну и как я еще раз говорю, неопределенность ушла, мы сейчас примерно все понимают, что, где, как будет происходить, именно поэтому, ну и цены на нефть пошли вниз. Я много раз говорил, что мы с вами наблюдали это с ценами на газ, то же самое мы наблюдали с вами с курсом доллара, когда он взлетает там на небывалые высоты, люди думают, ну все, в космос, в космос, летим. Нет, за такими импульсными движениями всегда идет и импульсное движение вниз. Да, дефицит по нефти будет продолжаться, об этом сегодня подтвердило и Международное энергетическое агентство, и призывает весь мир искать альтернативные способы, ну альтернативные источники энергии, альтернативные источники топлива и так далее. Но мы с вами тоже много раз говорили, альтернатива альтернативой, но это процесс небыстрый, и пока что человечество без нефти все равно не справится. Единственный вопрос, сумеют ли Соединенные Штаты Америки пойти и наступить себе на горло, и пойти на сделку с Ираном, той же самой Венесуэлы, хотя Венесуэла уже дала отворот поворот, и Мадуро, наверное, как на дебилов посмотрел на американцев, которые полгода назад еще его клеймили, почем свет стоит, а теперь приехали и говорят, давай дружить, как бы ни в чем не бывало, но я надеюсь, у Мазгоп, у Мадуро хватит. Те же самые иранцы еще больше понимают свою значимость в текущей ситуации, и, конечно же, они назад ни капельки сдавать не будут, а наоборот, они только поднакидывают еще дополнительных пунктов к ядерному соглашению, потому что понимают, что у американцев сейчас самая главная головная боль это цены на бензин, которые летят в космос, а вместе с ним летит и рейтинг демократической партии. Да, отчасти американцам в очередной раз удается сплотить нацию, найдя общего внешнего врага в виде Российской Федерации, на с вами простых россиян, но это лишь эффект такой мимолетный. В конце концов, они будут ходить в магазин и видеть, до чего все-таки ходить в магазин, ездить на заправке и видеть, что ненависть ненавистью, но пора все-таки эту ситуацию завершать и как-то выходить из текущей ситуации, иначе они просто-напросто не будут уже ездить. Ведь некоторые политики западные призывают ограничить свое передвижение. Вот вы можете ограничить свое передвижение на автомобиле? Я лично не могу. Да мне без разницы, будет 100 рублей стоить бензин, я буду за 100 рублей все равно заправляться. 200, буду 200, 300, 300 литров. Мне без разницы, потому что мне это нужно ездить. Если мне нужно с одного конца города попасть в другой конец города, я все равно буду ехать на автомобиле, а не каким-то другим способом. Но опять-таки, я лично опять говорю за себя, не знаю, что думаете по этому поводу вы. И здесь в конце, наверное, все-таки перейдем к такому моменту. Это геополитика. Про фондовый рынок здесь, наверное, больше говорить не стоит. Но пока, да, все идет по тому сценарию, как мы с вами и предполагали. Доллар продолжает дешеветь по отношению к рублю. И я думаю, что в очень ближайшее все-таки время, да, говоря, подводя такой итог по доллару, мы спустимся ниже отметок 100 долларов. И я в очередной раз, мне очень жалко тех людей, которые побежали в банк и покупали доллары по 120 даже и по 115. Нет, это импульсное движение. Для нас с вами будет, ну, нас устроит Российскую Федерацию, скорее всего, курс 85-95. Вот это будет реальный диапазон хождения американского курса доллара на ближайшее время. Кстати, дорогие друзья, более подробную информацию по этому поводу я говорю у себя в премиум-чате. Сегодня последний день перед повышением цены подписки на наш премиум-чат. Многие говорят, ну, не так давно повышалось. Но, дорогие друзья, посмотрите, что творится в мире. Вы все прекрасно ходите в магазин, цены растут на все. Я даже не на 50% поднимаю, я на символические 25% это твуда ничего, да, но все-таки стоимость поднимаю. Но кто хочет успеть по старым ценам и закрепить для себя стоимость подписки именно такую, то милости просим условия в открытом телеграм-канале. Ну, и напоследок немножко о геополитике. Все-таки пару слов мы здесь скажем. Сразу же предрекаю, да, что посыпется куча тролля в мой адрес, что Владимир, ты не прав. Кто-то поддержит, и слава богу, надеюсь, кто-то не поддержит. Как бы я вас не просил, чтобы вы не писали там оскорбления в комментариях, от них никуда не деться. Я не стал даже отключать комментарии. Я иногда уже просто-напросто стебусь над некоторыми комментаторами. Ну, ради бога, вы меня за это простите. Имею право как-никак хозяин канала данного, где вы пишете комментарии. Ну, а ситуация складывается на самом деле таким образом, что выход из данного конфликта есть только один. Это победа одной из сторон. Победа одной из сторон, я имею в виду либо России, либо Запада. Украина здесь как-никак это все-таки мы относим как игрока, которым играет тот же самый Запад. А Россия сейчас поставлена в такие условия, что она обязана теперь идти до победного конца. И это условие выставил даже не сам российский президент, кто бы как его любил, не любил. Я думаю, что сейчас и сам Путин не рад тому, что происходит на Украине. Потому что я думаю, что мы недооценили украинскую армию, а мы с вами еще до этого момента, до конфликта говорили, что украинцы это те же самые славяне. И украинцы очень умеют воевать. Вспоминаем даже ту же самую Вторую мировую войну. Они хорошие вояки. И армия украинская образца 2022 года не сравни армии украинской сравни 2014 года. Она хорошо сейчас обеспечена оружием. И мы с вами знаем, что там первоклассное оружие. Там были хорошие учителя. Поэтому они так долго и сражаются. Но у России просто сейчас в текущей ситуации не осталось никаких иных шансов, кроме как завершить эту спецоперацию, скажем так, победой. Потому что в ином случае любые другие условия будут показывать политическую слабость России, а если эта политическая слабость будет проявлена, то тот же самый коллективный Запад и там уже я думаю, что и Азиатско-Тихоокеанский регион полностью подключится, они просто-напросто будут уничтожать слабого игрока. Это как в джунглях, да? Если человек, ну, если там животное, существо, там, любое слабое, его добивают все, кто может и все, кто нельзя. Даже кто, если бы в простое время не подошел бы, но если зверь раненый, то почему бы его уже и не добить. Именно поэтому я считаю, что конфликт будет завершен именно победой одной из сторон. Ни у той стороны, ни у другой стороны, ни у России, ни у Запада не осталось уже вариантов, кроме как идти до победного конца. Победой для Запада будет это, конечно же, Россия покидает территорию, ну, территориальную Украину, это будет означать, что Запад победил, санкции, конечно же, он не снимет. Для Российской Федерации это полностью, да, дойти там, чуть ли не до польской границы, да, на Западную Украину зайти, и уже потом садиться за стол переговоров. А вот за столом переговоров, конечно же, и Российская Федерация тогда и будет торговаться, какие решения предпринимать там, оставляет ли государство Украины, либо там будет раздробление этой Украины. Ради Бога, граждане Украины, я не то, что против вас, я говорю, что, возможно, может произойти. Возможно, вы придете в Москву, я же не знаю, может быть, сейчас Запад и НАТО все против нас пойдут танками, и тогда по-другому будет расклада, но мы исходим из того, что сейчас мы имеем. Большая часть вооруженных сил Украины находится в так называемых котлах, это Харьковский котел, Мариупольский котел, и там еще в Донецкой области еще какая-то большая группировка украинских вооруженных сил находится в котле. И здесь мы должны прекрасно понимать, почему очень медленно идет продвижение по самой Украине. Вы эту мысль должны просто напросто уловить. что я хочу до вас донести. Освобождать, да, даже если мы как называем это освободительной войной, освобождать Украину должны сами украинцы, то есть корпуса Донецкой и Луганской народных республик. Ну, а пока вот там в тылу не разберутся с котлами, то есть освобождать, просто-напросто двигаться сильно вперед российская, ну, вот эта операция просто-напросто не может. Когда там ситуация будет завершена, украинцы пойдут по своей земле. И тогда, да, возможно, этот конфликт будет более быстро завершен. Но когда Украина Украина, чтобы в очередной раз на Западе мы не слышали оккупанта. А когда украинцы с украинцами, это не оккупация. Здесь просто мы выполняем союзнические некоторые свои обязательства. мы нерегулярных войск не вводили. Но опять-таки это лично мое мнение, что по этому поводу думаете вы, дорогие друзья, тоже напишите в комментариях. Я позволил себе сделать небольшой блок геополитического вот этих моментов, потому что очень много вопросов в личку пишите. Каждому отвечать в свое видение я уже немножко устал. Ради бога, вы меня простите за это. Поэтому я вот здесь таким вот образом и решил вам ответить. Что думаете по этому поводу обязательно напишите в комментарии. Конечно же, если вот эта переговорная группа, которая сейчас четвертый, по-моему, да, раунд переговоров, договорятся о том, что все, да, официальный Киев признает ДНР, ЛНР и Крым, это будет поражением для России считаться, потому что условия спецоперации не выполнены, и таким образом, ну, для чего просто-напросто воевали, ну, лично мне тогда вообще будет непонятно. Ну, опять-таки, здесь необходимо думать, необходимо разбираться. Ну, и еще один момент, который тоже вы должны прекрасно понимать, Российская Федерация, как-никак, это капиталистический строй, у нас есть очень богатые люди, мы с вами помним, да, прекрасно, в первый день, 24 февраля, вот этой спецоперации, Путин созывал наших крупнейших бизнесменов, общались они с ними, мы с вами видели, что лица у бизнесменов были очень недовольны, они понимали, что сейчас они понесут колоссальнейшие убытки, и вот эти убытки, как раз-таки, я думаю, частично они будут компенсировать именно из ресурсов Украины, что-то, ну, раз они в Зеленске призывают чуть ли уже не вагоны российские экспроприировать, то, соответственно, когда пройдут в российские войска, тут будут экспроприировать уже наши российские бизнесмены. Опять-таки, так это или не так, можете написать свое мнение в комментариях. В случае победы, да, в таком случае победы российского оружия, да, можем сказать так, в российской государственности в Украине, конечно же, наша национальная валюта вернется обратно в район диапазона 80 рублей, но это не будет происходить слишком и слишком быстро. В ближайшее время курс нашей национальной валюты это 85-95, может быть, где-то пока, что в ближайший месяц в пределах 100 рублей, но и учитываем, конечно же, ситуацию по дефолту и что нам наговорит еще Эльвира Сахибзадовна в пятницу. Когда откроется наш российский фондовый рынок, многие дружественные еще пока нам державы, в том числе и Китай, ринутся на московскую биржу, чтобы скупить наши подешевевшие активы, а это тоже будет оказывать позитив для нашего рубля, потому что, чтобы на московской бирже купить наши активы, необходимо свои, те же самые юани обменять на рубли. Эта поддержка для рубля тоже будет существенная, но это забегая вперед, когда это еще будет, я предполагаю, следующая неделя, но пока это неизвестно. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, что у нас сегодня последний день по старой стоимости подписка в наш премиум чат. В прошлом видео объяснял, почему продлил условия подписки. В данном чате мы будем готовиться и к дивидендному сезону мы будем сформировать и инвестиционный портфель, и дивидендный портфель на дивидендный сезон. Я буду показывать и свои личные портфели, и точно так же маленький портфельчик для тех людей, которые ограничены с точки зрения финансов. Напомню, что одни из немногих, которые спрогнозировали, что курс доллара, когда еще он стоил порядка 70 рублей за доллар, 71, даже 72, один из немногих каналов в Ютьюбе, говоривший о том, что в ближайшее будущее будет ослабление нашей национальной валюты, и я не связывал это с геополитикой, а связывал это именно с экономическими моментами. Так оно на самом деле сейчас и происходит. Долларов все-таки выше, ну, выше даже того, что я предполагал. Одни из немногих на Ютьюбе, которые полностью отыграли все падение нашего российского фондового рынка, когда еще о геополитике, о нападении там на Украину и речи не шло. Мы с ребятами из премиум-чата с 1830 по индексу РТС дошортили наш рынок до 1150, некоторые даже ниже 1000 закрывали свои шортовые позиции, но там уже мой личный риск-менеджмент не позволял, но есть ребята, которые любят поиграть с адреналином, погонять себе его по крови, они получили еще больше прибыль, чем я, который даже это им советовал. Поэтому, дорогие друзья, если вы желаете присоединиться к нашей команде, условия попадания в наш премиум-чат есть в открытом телеграм-канале, ссылка на него есть в описании и в закрепленном комментарии. Ну а с вас, по традиции, за данный видеообзор, конечно же, лайк, конечно же, подписаться на канал, поставить на колокольчик, спонсировать, сейчас говорят, невозможно, но если все-таки есть такая возможность, нажмите кнопочку на спонсировать, получите в доступ прямые эфиры с ребятами из нашего премиум-чата, заодно увидите мою компетентность, многие события, которые произошли даже за последнюю неделю, я еще говорил в прямом эфире 8 марта и примерно то же самое сейчас мы с вами и наблюдаем, но посмотрим, да, сбудет ли цель мой прогноз по Федеральной Резервной системе. Конечно же, дорогие друзья, не забываем в такое тяжелое время, когда блокируются крупнейшие социальные сети Роскомнадзором, подписывайтесь на наши все социальные сети, это и ТикТок, и ВКонтакте, и Яндекс.Зен, и Телеграм-канал, и Инстаграм, хоть он заблокирован, но он все равно продолжает функционировать, все ссылки есть на наши ресурсы, и на мой личный даже Инстаграм в описании и в закрепленном комментарии. Я же с вами на этом, дорогие друзья, сегодня прощаюсь, скоро начнется торговля на американском рынке, пока что выглядит все очень и очень позитивно, но интересно, что будет уже, ближе девяти вечера, когда начнет выступать Джером Паул. Еще раз, лайк, подписка, пару слов в комментариях, пока! Субтитры сделал DimaTorzok